Микс Ньюс Отличное, личное, личное утро Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро Каждую пятницу на радио Болтком После девяти утра Личное утро Ну а мы уже готовы встретить нашего гостя Это действительно личное утро В студии сегодня его ведут Евгения Шафран и Калекпека И поскольку мы находимся накануне, вот в преддверии Лига Всегда, мне кажется, ну вот шашлык, ну шашлык Это же, это не наш, это не латвийский Наш латвийский это пиво и сыр И мы хотели бы сегодня поговорить о судьбе сыровара О человеке, который посвятил свою жизнь сыру И о том, как он пришел к этому Сегодня у нас сыровар Инга Ариня Вилне В студии здравствуйте, доброе утро Доброе И сразу отдельное спасибо нашей гости Она нас покормила с утра Она принесла два совершенно потрясающих сыра Две головки такие Они выглядят эстетично, они вкусные Мы уже порезали его, уже голодные журналисты на них набросились Он совершенно не похож на то, что продается в магазинах Он невероятно вкусный Где вы продаете? Где его можно купить? Его можно где-то купить? На данный момент еще нет Мы очень маленькие Иногда мы ездили поначалу по разным взаимной кутырдзине Крестьянские Крестьянские Да, да И там нас в основном нашли повара И так у нас исторически сложилась судьба, что мы сотрудничаем с ресторанами То есть в рижских, в латвийских ресторанах можно найти ваш сыр? Да А в магазинах нигде, на рынках уже нельзя? В магазинах пока еще нет Вырастим, обещаю Отлично Но сейчас вот раз, допустим, начинаются вот эти лиговские рыночки Вот там не будете где-то представлены? У нас сегодня открытые двери нашего погреба На данный момент мы производим сыр у меня дома Адышский район Адыш Новоц Вы шутите? У вас дома прямо сыроварня? Прямо сыроварня Ну, производством это не назовешь Латышко называется майры жо, тайс Домашнее производство, да? Да, так и есть А созревает он в погребе У нас каменные погребы Ну, отдельный дом Ну, отдельный дом Ну, да Я представляю, что в многоквартирной квартире Не-не-не-не Не так хорошо Соседи начинают О, боже мой, что за Наоборот Или наоборот А, допустим, когда вот вам нужно сделать и оформить вот это самое домашнее производство Оно требует каких-то дополнительных документов, проверок и так далее Это все-таки небольшое, где один документ подписал или наоборот это немножко проще? Ну, в принципе, это очень легко сейчас Наверное, непопулярно говорить, что легко сотрудничать с инстанцией Ну, в принципе, это легко Сначала ты подаешь заявление, что хочешь заниматься домашним производством И описываешь, что ты будешь делать Даешь свои рецепты какие-то Ну, то есть, или технологии И тогда они звонят и приходят проверять Ну, как бы там То есть, все это не очень болезненно? Нет, не болезненно, конечно, нет Нет, если ты уже знаешь свой процесс И, ну, то, что я хочу сказать Мы производим сыр, ну, скажем, самым возможным натуральным образом И поэтому для нас эта гигиена, это вообще первое Да, рецепт уже потом И поэтому, ну, никаких проблем уже, когда с анипсистацией идет нас проверять Им уже нечего проверять Потому что, если у нас не будет этой чистоты, то не будет и сыра А что за рецепты? Откуда он такой рецепт? Это бабушкины рецепты, не знаю Нет, сами придумали Да, я знаю, очень сейчас модно говорить, что у нас корни там такие-такие Столетние, двестилетние там Но мы сейчас считаем, что вот мы создаем культуру производства сыра И потом наши правнуки будут говорить о том, что вот древние корни Это, в принципе Это новый рецепт? Это новый рецепт Вы его сами разрабатывали? Мы с коллегой Илона, да, мы многие, мы экспериментировали И то же самое, что во всем мире самые лучшие сыры, они производятся как бы нечаянно И единственное, что надо всегда, каждый день, когда ты работаешь, надо все записывать Потому что сыр, он созревает там 3, 4, 5, 6, 8 месяцев И ты уже не помнишь, что ты там делал 5 месяцев тому назад Поэтому мы каждый день записываем Ну это же прям лаборатория какая-то Ну я? Это же интересно А кто вы по образованию? Вы же не, вы пришли к этому, да, да, да Нет, я 10 лет работала в большой IT-компании, пиарщиком Неожиданно! Я знала все химик, там, не знаю, физик, IT И в первом, ну, в основном, скажем, в сторону пиара И поначалу, да, я чуть-чуть училась в медицинском институте Ну оттуда, наверное, знание, как поступают бактерии и что такое энзимы А что же послужило вот толчком причины вот так поменять жизнь? Круто! Не спрашивайте, я не знаю Ну то есть вы однажды утром проснулись, подумали, буду-ка я сыр варить? Нет, не было никакого такого... Про прозрение Не про прозрение, не про освещение Просто я всегда была таким хобби-кук И мы с подругой, и сейчас уже моя коллега Илона Решили попробовать сделать и Аню с Иерс Как раз, потому что купить невозможно, было вкусно, вы, извините И мы... Извините, кому обидело всех, да? Нет, я не старалась обидеть Просто это было уже какое-то время тому назад Что был молочный кризис в Латвии И, ну, не особо... Ничего хорошего не производилось, вы решили сами попробовать? Ну, как бы так Я знаю, что на рыночках можно что-то купить Но хочется самому попробовать, а вдруг получится Ну, что-то похожее на сыр получилось А вы как-то, ну, не знаю, первый рецепт на гугли, что-то придумали, сделали, а потом начали... Нет, сначала я в Амазоне заказала книгу Серьезно подошли к вам? Да-да-да, easy homemade cheese И там 60 рецептов разных Ну, и все традициональные, которые там Фета, бри, камамбер, трам-трам Ну, и прочитали рецепт как бы свежего сыра И решили, что это самое близкое, с чего можно начать Ну, и так потихоньку, потихоньку И когда уже ты понимаешь, как это работает, уже ты можешь свой добавлять какой-то инфид Ингредиент, да? А какой самый... Ингредиентов только два Какие? Молоко и соль И все? И все? Подождите, а как тогда получаются разные сыры? Ну, потому что я считаю бактерии, это живой организм, это не добавка Ну, и все, ничего больше не добавляется Слушайте, а получается разные бактерии? А бактерии как они выглядят? Да, и как вы с ними дружите, как вы общаетесь с ними? Ну, в столе не было так, что берется от свежего сыра или, ну, как мы называем по-русски, наверное, закваска И придерживаем закваску, и в следующий раз добавляется И потом, ну, в новой порции сыр, потом опять откладываем То есть от количества, которое вы добавите, зависит сорт Это, в принципе, очень интересно, потому что, когда просто сохраняешь закваску, она же меняется Потому что, вообще-то, мы здесь гости на этой планете, а планета принадлежит бактериям Ну, вы знаете Вот так вот Надо было просто начать делать сыр, чтобы к этому прийти, да? Ну, вот А сколько сортов всего вы делаете? Не знаю, ну, около 20 А, ну, они совершенно разные, потому что вот моцарелла, фета, это же совершенно какие-то, ну, кажется, совершенно разные вообще Да-да-да-да-да-да Даже не верится, что это одно слово сыра В принципе, это от процесса, зависит от процесса Потому что сыр меняется по структуре, по вкусу, по своему, как По форме По форме и по своим характеристикам для повара Там тянется, не тянется Тает, не тает Чисто только от процесса Вот, судя, ну, простите, по возрасту Вы застали еще то время, когда сыр был в магазинах только один Два Ну, может быть, там Ну, может быть, два В моем детстве был голландский и российский И российский И все И сыр считалось, но люди вообще не понимали Они думали, что сыр, ну, просто едят с хлебом, как бутерброд И я помню, что я когда читал мемуар одного режиссера, ну, советского Сергея Соловьева Он сказал, что для меня было открытием, когда мне объяснили, что сыр – это десерт И его нужно вообще-то... Ну, я пролетарий, я всегда ел его с хлебом, думал, что это просто завтрак Это открытие я, на самом деле, относительно недавно, ну, там, не знаю, лет, может быть, там, 15 назад, да Это все-таки не, 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 там, не 50 лет назад То есть лет 15 назад вдруг осознала, что меня угостили кумата, помидоры кумата, да Вот эти вот зеленые помидоры, коричневые, коричневые или зеленые С моцареллой и с базиликом Это было какое-то вообще гастрономическое открытие, потому что, да, ну, как-то я уже, ну, на тот момент, конечно, уже было много сортов сыра, ты их ешь, а тут вот их можно и так, и так, можно все это комбинировать Вот вы знакомы, вы сами делаете этот сыр, какой сорт ваш любимый? Ну, это одного любимого А какой самый сложный? Сыр Сыр, да Вам нужно, помните, Рокки был в Чипунелл, Чиз, такое дело А какой самый сложный сорт? Какой требует больше внимания, времени, сноровки? Дольше выдерживает Дольше выдерживает, капризный Окей, у них капризности разные Бывает сыра, которые очень капризны как раз к гигиене Сыры, которые капризны к температуре И сыры, которые капризны к влажности, ну, окружающей среде И исходя из-за этого, что, вот скажем, лично, когда ты производишь сыр, для тебя какие условия, условия сложнее всего удовлетворить Это получается, вот, тот для тебя самый сложный сыр Как бы сыр сам по себе несложный А скажите, вот, когда вы стали предлагать сыры ресторанам, то есть, вот, насколько верили они, ну, насколько вот они, ну, были удивлены, потому что, ведь я понимаю, что рестораны, наверное, закупают сыры за границей И для них, ну, вот, сыр Италия, это, наверное, вот Да И Франция, Франция Да, Франция, Голландия Ну, вот, что, вот, Латвия, ну, как бы не Ну, не поверите Мы ни разу не предлагали ни одному ресторану сыра То есть, они вас сами находили? Сами То есть, нам очень-очень-очень везет И повезло очень-очень В первый раз, когда мы с Илоной поехали в конце Матердзенч И в тот же первый день к нам, к нашему столику Мы там стояли такие перепуганные, с тремя головками И думали, ну, что ж будет, что ж будет И к нашему столу подошел Мартинч Рейтинч Да, это известный шеф-повар Да, и он попробовал кусочек сыра, мы стоим такие Что сейчас будет? И он на весь этот рынок Я сейчас орать не буду Он сказал Да идиот! Наконец! Это прекрасно! Кто-то производит сыр Ну, и я думаю, ну, в большой мере он помог Потому что повары с собой, между собой общаются Пошло сарафанное радио, да? Да, как бы так Сработал принцип еще мастера Маргариты, да? Никогда ничего не просите, сами предложат Это сами все дадут Я так понимаю Ну, чуть-чуть в эту сторону, да Но если бы, например, так не сложилось Это действительно оказаться в нужное время в нужном месте Вы не думали о том Вот, когда вы начинали производить Вы не думали о том, как вы будете То есть Мы не начали это как бизнес Мы это начали как челлендж сначала Вызов какой-то Можем ли мы, ну, сделать сыр Потом мы в Латвии, мы, ну, как бы Илона, она тоже, она в ТЛ2 работала То есть она тоже не технолога То есть, когда ты в своей отрасли работаешь Ты знаешь уже всяких поставщиков, а мы никого не знали И мы заказали первые ферменты из Америки И первые бактерии заказали из Германии Из Германии А получается, что бактерии тоже нужно Нужно закупать Потому что я считаю, да, нужно Потому что в наши дни Ну, надо использовать то модерн, что хорошо работает Потому что в лабораториях 100% чистая обстановка То есть, если вот этот какой-то вид бактерий предлагается То это и есть, он не зараженный там ни бактериофагом Ничем, ну, как бы так То есть, получается, что вы решили пойти своим путем То есть, не создавать аналоги каких-то сыров Там французских Не надо, не надо Если французы производили бри 300 лет Ну, зачем мне еще исправлять их Вот, или, скажем Ну, чтобы быть совсем честной Мы, конечно, иногда производим моцареллу На какие-то праздники, на какие-то банкеты, если требуют И сыр, похожий на фету, бринзу, мы тоже делаем По заказу именно, да? Ну, да, потому что он возлюбленный сыр И, ну, понимаете, если моцареллу сделать И через час уже подавать на стол Это совсем-совсем другое дело Чем ежели она, ну, в воде лежала несколько дней Какой лучше? Свежая, тепленькая Ну, это так, как... Умно-мно-мно Ну, это когда, когда, скажем, экскурсии Виталити подают то, что называется фреш моцарелла Она еще в воде не побывала Ну, то есть чуть-чуть остыла Но уже вынимает из воды И еще серединка тепленькая Получается, что у вас нужно делать заказы, очевидно Ну, за какое-то время, чтобы это вот именно по всем... Мы надеемся, что так мы будем работать А насколько вообще культура потребления сыров в Латвии Ну, потому что ведь понятно, что сыр, это как бы его нужно с чем-то сочетать То есть, ну, вот делаете ли вы уже какие-то, ну, я не знаю, с прицелом Что это должно сочетаться вот с таким-то вином Или с такими-то овощами Ну, я думаю так Что прекрасно с вот сочетанием винов и сыров Справляются и рестораны во всем мире Ну, и в Латвии тоже Но очень интересно, например, делать вот сочетание винов с пивом Это можно делать прямо так на месте Ну, может быть, есть какие-то правила Но в основном, я считаю, в мире сыра, в мире еды Ну, ты как бы сам себе гид, да, что тебе нравится То есть, можно экспериментировать самому? Можно и нужно, нужно А с чем, вот, например, бри сочетается, моцарелла, фета Вот, ну, вот, может быть, какие-то, ну, вот, просто направления Может быть, не по названию, может быть, мы так по группам Да, да, да Но свежие сыры, у них уже и само слово свежие Хорошо сочетается со всем, что свежо Вы же сами только что говорили, да, моцарелка там с помидорчиком и с базиликом И с базиликом А есть смысл иногда попробовать, может быть, нарезать моцареллу Насыпать грубой такой солью Ну, там, гималайская, не гималайская Это уже модная вещь, ну, любую Морская такая соль И попробовать чуть-чуть побризгать конопляным маслом Конопляным маслом Да, оно очень интересное, такой вкус дает И будет совсем другой такой сочетание Хорошо, что мы записываем эфир, да? Слушайте, подождите, да, я уже как-то Подписывается на камеру, но сейчас будут рецепты просто Ну, представьте, из мира к нам никогда не придет никакой рецепт, где будет, скажем, сыр и, ну, не знаю, черный хлеб, например Потому что у них просто этого черного хлеба нету Вот это мы можем сами Мы можем сами экспериментировать, да А вот, скажем, тогда, когда вы уже стали погружаться в эту сферу, и книга была куплена, я думаю, и не одна Я думаю, что в процессе у вас, наверное, там библиотека достаточно солидная сейчас И такая электронная Да, считали, сколько у вас книг вообще на тему сыра? Нет Вот есть ли какие-то, может быть, такие, знаете, легенды какие-то, связанные с тем или иным сортами сыра, которые вас вот зацепили, вы захотели попробовать? Ну, потому что сыр это все-таки достаточно древний продукт Да, 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 да Я думаю, что с ним много что связано Знаете, как, в принципе, то, что цепляет, это обычно вкус Это обычно вкус, не легенда Потому что мы не можем возвратить это там 200-300 лет тому назад, мы не знаем, правда это или нет Но вот бывает с нами так, что мы когда-нибудь где за рубежом пробуем какой-то сыр, и вот это дает такой триггер, что вот поеду домой, попробую что-то похожее Много ездите по миру, по свету, чтобы везде пробовать, чтобы везде попробовать сыр? Не, наоборот, когда я где-то, тогда я пробую сыр Так специально, но мы ездили на выставки, мы ездили на фестивали Между прочим, очень интересный фестиваль Каждые два года, по-моему, в этом году тоже в маленьком городке в Италии, в Бри, не, в Бра, извините, Бра, городок, закрывается весь городок, и все улицы, только рынок, ну, как бы Да Стритфуд Ну, не стритфуд, чиз фуд Чиз фуд Чиз фуд, там только сыр, 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 все улицы заполнены, да, там надо на 2-3 дня Это же как с парфюмом, то есть 2-3-4 попробовал вида, и потом у тебя, наверное, уже сбивается вкусовый рецепт Вина там тоже достаточно А, ну, снимается все секреты Все, все, просто обнуляется вкусовый рецепт, рыбакалка А сыровары друг друга знают, ну, вот есть какая-то, ну, можно сказать, мафия, ну, да, мафия сыровар Ну, вот закрытая группа, уж у вас чатик есть какой-нибудь закрытый, сидите там, обсуждайте Ну, должна признать, что чатик у нас в Чиз форум.орг, это, как бы, ну, такой международный В Латвии не особенно-то производят такого рода сыр Это действительно очень, ну Ну, то есть это какой-то международный такой, международный группа, где сидят сыровары из разных стран Да, очень хорошая группа, ну, вот, так, как мы по-русски это скажем По-английски это называется artisan cheese, по-латышски я перевела, как amatne cibesers Ну, как от слова ремесло Ремесленные сыры? Да, так получается, потому что, ну, скажем, крестьянские сыры, это все свежие, да Потом промышленные, но мы это знаем, и мы что-то там посередине Ну, вот смотрите, как раз мы пришли к этому вопросу У вас маленькое, как бы, производство, а понятно, что есть, ну, большое количество желающих попробовать эти сыры Вот в какой момент вы можете перейти? Как расти? Да, как расти, вот, для того, чтобы не потерять, ну, вот в этих промышленных масштабах Не потерять вот это какое-то, ну, индивидуальное, буквально, отношение к каждому сыру Поняла? Вы, наверное, все знаете сыр Comte Французский, такой твердый, альпийского такого производства Нет, но мы можем сделать умное лицо, да Не, ну, очень вкусный сыр Вкусный сыр, да Твердый сыр, вкусный, во всем мире продается Но он производится 128 маленьких вот этих таких artisan cheese riz То есть это 128 имеется в виду небольших вот таких производств, аналогичных вашему? То есть, и мы, наверное, пойдем таким вот путем Потому что некоторые сыра, они просто не производятся в больших, там, 10-тонновых ваннах Невозможно Я слышал, ну, историю, что вот действительно в ряде европейских стран даже сыровары могут свой этот сыр в банку в залог оставлять То есть, вот он дозревает где-то в хранилище, чуть ли не в хранилище банка И они получают деньги на дальнейшее развитие производства Там какие-то очень хитрые вот схемы Я тоже слышала, но не встречала ни одного, ну, человека, кто так бы делал А вы сами пробовали прийти там в светбанк Есть вещи, кто вас дозревает Мне нужно 20 тысяч, чтобы сыра было больше Ну, тут надо, наверное, какого-то имени еще добиться побольше Чтобы в банке нас тоже знали, не только в ресторанах Ну, вот говоря, кстати, про деньги Я знаю, что у вас на Фейсбуке были сетывания о том, что все-таки, к сожалению, небольшие предприятия, микропредприятия не пользуются популярностью Да, вот у нас вот государство склонно, знаете, вот есть по-русски говорят, что зарезать курицу, которая несет золотые яйца То есть, ну, вот, ах, у вас что-то получается, ну, давайте тогда вы можете еще больше платить Ну, не совсем так Я не совсем так считаю Но просто, понимаете, у маленьких предприятий меньше лобби Я не думаю, что в правительстве там все конченое зло Но просто лобби это меньше И поэтому мы часто на Фейсбуке пишем о проблемах, скажем, того же самого микроналога Мы уже не микроналогоплательщики, но были поначалу И там тоже очень много проблем Ну, и мы об этом писали Может быть, кто-то услышит Мы сейчас прервемся на новости и продолжим после небольшой паузы Микс Ньюс Продолжается личное утро Инга Арини Виллана сегодня у нас в студии Сыровар и я понимаю, что предприятие Сойра, да? Вы возглавляете и Сойра это по-лифски, это и есть Сыр А почему именно на оливском языке название Сыра? Было бы странно назвать компанию Сьерс Зато как запоминалось бы сразу Сыр тоже запоминается Мы говорили о том, что в любой сфере, когда в нее погружаешься Чем больше ты знаешь, тем больше ты знаешь, что ничего не знаешь, да? Абсолютно Ты погружаешься в эту науку, по сути, и каждый раз удивляешься Как часто вам приходится, например, выискивать какие-то ингредиенты или заказывать? Бактерии новые какие-то Бактерии новые, да Вот у вас в чатике, да, Сыровар, вы знаете, появилась новая бактерия какая-нибудь? Да, 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 да Эрасмитус, вы знаете, ребята, прям огонь за два месяца вызревает просто десятилетний сыр Вы такие, ну, надо покупать, или как это происходит? Я думаю, что таких еще не произвели, так же, как не произвели одну таблетку, которая лечит все болезни, так же не произвели еще такую бактерию И слава тебе, Господи, что не... Ну, вот часто ли приходится задумываться о том, что нужно что-то дополнительное купить? Это может касаться... Ну, нет, что-то узнать, может быть Нет, а узнать, да А вот какие-то, например, оборудования какие-то? Ну, вот, например, ты этот вот процесс делаешь все время одинаково Делаешь сыр, ставишь его в форму, потом вынимаешь из формы, потом салишь, потом обсушиваешь и кладешь в погреб Ну, как бы, ничего И вдруг одна партия начинает дуться Ну, как бы Не плоская поверхность И сделают такие, раздуваются такие Небо совсем раздуваются, либо какие-то помпончики И сидишь и думаешь, отчего это? Первое, что думаешь, это гигиена Ну, может быть, заразилась бы еще какими-то другими бактериями, еще что-то И потом уже читаешь свои записи и смотришь Оу, сегодня мы перегрели там на 2 градуса температуру Плохо? Ну, вот, и все это, как бы, пока до этого дошло, это не так А бактерии вообще дружат между самыми? То есть, вы сказали, что это какая-то, если другая подселилась? Ну, в основном это кисломолочные бактерии Это не так-то Они дружат, дружат Они не дружат с дрожжами Поэтому вино и пиво мы производить не будем И хлеб тоже Ну, почему вы зарекаетесь? Никогда не говори никогда В другом месте Ну, в другом месте За 10 километров, может быть, да А, вот, кстати, по поводу расширяться Да, вы говорите о том, что готовы расширяться, вы бы хотели расширяться Нет ли опасения, что вот это расширение Оно не позволит, например, настолько эксклюзивно подходить к каждому сыру Потому что это станет уже в некотором роде конвейер Несомненно Поэтому есть какой-то предел, до которого можно и нужно развиваться Потому что на данный момент это все-таки можно назвать хобби И слава богу, что у нас хорошие друзья и семьи, которые нас поддерживают уже шестой год Но как бы развиваться надо И мы к этому идем И ждите новостей И действительно, как вы сказали, какой-то предел То есть тот же самый сыр не сделаешь в однотонновом котле и в десятитонновом То есть надо сделать в 10 раз В 10 по одному Да, и тогда можешь все свое внимание обратить на сыр И получится то же самое качество А можно ли посоветовать нашим слушателям, например, сделать самим Вы говорили, что вот толчком было желание сделать янюсерц для олига Вот что нужно, чтобы сделать свой собственный сыр, например, на олига? Это сложно? Это вот может ли простой человек сделать? Может, конечно может Потому что самые-самые-самые легкие сыры Это так называемые кислые сыра Которые вот это все вот свертывание делается на основе горячего молока и кислоты И не важно, что за кислота Вот кислота Лимон можно капнуть просто? Можно 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 лимон капнуть Загреваем молоко, капаем лимон Да, у нас получается такой сыр И сливаем сыворотку И уже добавляем такие добавки, которые нам нравятся И традициональный мус у латвии серц и аню Добавляются взбитые желтки Чтобы вот этот солнечный цвет получить Тмин у нас выращивался уже столетиями Тмин добавляется, соль и масло Чтобы жирнее было и вкусно И потом что нужно сделать? Это скульптур выдержать? Повязать мушечку, повесить под краном Как какая хозяйка делает? Некоторые еще догревают, взбивают еще И потом уже Когда вот Но надо помнить одну вещь Чем дольше мешать сыр, тем тверже он будет Ну это основной такой Но можно делать как-то нетрадиционально Можно не добавлять ни яйца, ни масла А уже что-то от себя Ну что интересно самому И получаются другие уже какие-то вариации Уже это называется Ну вот Сорта Домашний сыр И В основном В Латвии делался сыр из Из творога Да А Я еще хотела добавить Почему у нас не такие старинные Ну скажем Рецепты и традиции сыров Потому что нам это не очень-то нужно было У нас 9 месяцев в году холодно И молоко сохранялось прекрасно В колодце, правильно? Так же, ну, хранили молоко И поэтому в теплых странах Они должны были найти какой-то способ Как сохранить молоко Источник кальция И хороших протеинов Ну вот И они начали делать сыр А где этому вообще В этой профессии Учат? То есть Ну хорошо Вы начинали книги Посмотрели какие-то вебинары Может быть Там съездили куда-то Ну может быть Здесь какие-то мастер-классы Какие-то Не знаю Школы Школы сыроваров Школы сыроваров Сейчас открываются в Литве Ну то есть Они, по-моему Два раза в год Приглашают мастеров Из всего мира А в Латвии Я думаю Локсанец И без академии Я просто сыровара представляю Такой Крупулентно Веселую машину Обязательно С усами С усами может быть Да В таком Фартуке Да Перчат Ну то есть Это колорит А наша гость Такая Хрупкая Женственная Пришел вопрос у нас Ватсапе А как делают Копченый сыр Спрашивает слушатель Коптят То есть Невероятно Вот это сюрприз Не ну бывает А должна быть коптилка какая-то Должна быть холодная Есть горячая И холодная Там чтобы не превышала 40 42 градусов Нет Мы не делаем Копченый сыр Потому что Мы вообще Ну как бы Вкусы не добавляем Наш сыр Ну у нас философия такая Что сыр сам себя делает Вы пробовали сыр Да У них у каждого Свой вкус Но он сам себе Сделал этот вкус С помощью вот Двух бактерий Тех Кисломолочных бактерий Которые Ну внутри И те которые Живут на поверхности А как вы делаете Такие красивые корочки То есть Сыр Ну хорошо Сыр сам себе сделал А снаружи у нас был Один такой коричневого цвета Да Такой темный А второй был светлый Олег Я у тебя спрашиваю У тебя память лучше Два сыра мы сейчас Пробовали Светлый и темный Да И у них такая твердая корочка Сверху Вот что это Как это делается Твердая корочка Образовывается от того Что первый месяц Каждый день С щеточкой протеряется То есть делаете ему Как бы СПА Скраб Да Массаж И протирать Первую неделю Очень важно Сыр предохранить От разной Нежеланной Микрофлоры Это можно делать Либо алкоголем Либо маслом Либо очень твердым Ой не твердым А крепким рассолом Ну и вот Тот который Бый такой Светлый Да Он протерялся Рассолом Просто соль с водой Да Такой Насыщенной А тот который Темненький Он протерялся Риггис Малнез Балзам Ооо Вот я Вот мы его Да Попробуемся Ну не-не-не Акоголи там уже нету Но он как бы делает Эту гигиену Для сыра Но в то же время И чуть-чуть Корочку Меняет Цвет Акоголи нету Атмосфера осталась Атмосфера осталась Утро прямо получается Начинается с того Что вы идете делать Сыром СПА СПА Это вечер А вечером Вот вопрос Слушатель не унимается Говорит А козий и овечий сыр Вы делаете И чем отличается От коровьего Молока Так Я не сильна В микробиологии Молока Но В основном Овечье Овечье Молоко Будет Жирнее Козье И Коровье Молоко По существу Как Ну С взгляда Сыровара Не особенно Это отличается Только Когда делается Сыр из Козьего молока Температура Чуть-чуть ниже На 1-2 градуса Ну Как бы И все И По своим вкусовым Качествам Вы уже сами Наверное знаете Что вот Козье И овечье И Коровье Сыра Отличаются И Отвечая на вопрос Делаем ли мы Такой сыр Мы не сделаем Потому что Мы еще Не нашли В Латвии Молоко Потому что Кто делает Хорошее молоко Козье Они сами Его либо Продают как молоко Либо перерабатывают В торо Кефир Там Ну В Латвии В основном Я считаю Все-таки Традиции Выращивания Коров Больше У меня У меня философский вопрос А вообще Как нужно Есть И когда Есть сыры То есть Вот сыр Все-таки Всегда Вот тебе ответ Ну вот Это Для завтрака Для обеда Для ужина Для всего Для десерта Для всего С чем И каким образом Есть сыры Ну По-моему Можно Сделать Полный Полный Скажем Обед С многих Блюд И Во всех Будет присущен Сыр Начиная С стартера И кончая С десертом Ну так Получается То есть Получается Что можно И на завтрак Есть сыр Это Может Заменить Полноценный Завтрак Думаю Что можно Потому что Мы там Получаем Протеины Протеины А для вас Сыр Это полноценное Блюдо Или это все-таки Десерт Как Когда Как Когда Или вот Просто добавка К блюду В какие блюда Нужно добавлять Не знаю Там тертый сыр В омлет Например Или какие-то Такие вот вещи Мы добавляем И в омлет И в суп 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 тоже Да Суп Можно Ну когда Делается Например Крем-суп Да Можно Можно Не класть соль А просто Добавить сыр Ну То есть У вас Домашние Едят сыр На завтрак Обед И ужин Ну я бы Конечно Хотела сказать Да Но Я знаю Что Я знаю Что они тоже Наверное Слушают И врать Не хорошо А не может быть Ну вот Не бывает Такого Что вы занимаетесь Допустим Сыром И так как Это все-таки Не первая ваша специальность Вы все-таки Айтишник И по складу Ума И по мышлению То это просто В какой-то момент Надоедает Ну ты вот Каждый вечер Ты делаешь Спа с сыром Делаешь и думаешь Мне бы кто сделал Вообще Надо с этим завязывать Ну Так надо просто Выкроить время Чтобы тебе тоже Сделали спа Но это не Это не проблема Ну не надоедает Если какие-то Может быть Вы сталкиваетесь С какими-то ограничениями Вы понимаете Что вы сделали Например 20 сортов сыра И 21 у вас не получается И опускаются руки Может быть просто Надоедает Потому что ты сделал этот сыр И ждешь Сколько там Полгода ждешь Пока он там Ну мы знаете Мы не так давно Этим занимаемся 5-6 лет Это Ну Это немного Это мышление айтишника Мы не так давно Полгода Вот это уже давно 5 лет Не-не-не-не Ну как Мы еще не половину Не выучили Ну когда мы все выучим Ну как вот этот процесс Вы кладете сыр И ждете И ждете там полгода Да Поначалу это было Дико трудно Ужасно Ужасно Потому что когда Подходит Ужас хлеб Понимаешь Там 15 минут подождал Уже можешь пробовать А там уже Вот первые сыры Всегда Если кто-то хочет Начать делать сыры Делайте сыры Которые Не созревают долго Ну Как бы Надо начать Со свежими сырами Потому что Можешь сразу Свой результат Попробовать А как понять А как понять Что он дошел Вот Когда становится ясно Что вот готов сыр Ну В принципе По рецепту Ты уже Когда начинаешь Когда сегодня Делаешь сыр Ты должен знать Сколько он будет Созревать Но это не так Не работает Что вот А мне тут остался Лишний сыр Давай готовить его Так не получается Ну то есть вам В рецепте сказано Что его нужно Держать полгода Например В погибе То есть С этого сыра Начать не надо Ну понятно Он уже надоест Уже По-первых Ты про него забудешь Да А там он уже С плесенью А если вот Вы сами Придумали рецепт Кто вам сказал Что он должен Стоять полгода Вот как это Понимается А это Это вот Путь эксперимента Попробовали Отщипнули кусочек Нет Пусть еще Постоят Или сделали Несколько разных Один через месяц Два года тому назад Мы купили Так называемый Сырный зонд Ну это такая Штучка Которой Сверлишь Ну Сыр Вынимаешь Вынимаешь Маленький кусочек И потом опять Закрываешь Да Вот это вот Сейчас уже Мы можем Экспериментировать С этими сырами Которые долго созревают Потому что Можешь чуть-чуть Попробовать Получилось Не получилось И уже Еще немножко Да То есть вот Слушайте Сыр сверлят Забирают из него Кусочек И затем Снова затыкают Дырочку Это же какая Интересная Вообще работа Да Ну да И так можно следить За качеством сыра Какая порода коров Это все вот Наш слушатель У вас конкуренция По моему Сырку Растет Я считаю Мы конкуренции Не боимся Звоните Спрашивайте Все расскажем И рецепты И все Потому что В Латвии Действительно Это Есть куда развиваться Спрашивает он Действительно Есть ли какие-то Породы коров Которые Ну вот Молоко Которых лучше Мы были бы Мы были бы Ужасно счастливы Если бы нашли Ферму В которой были бы Только Ветая Яс Эти локал Коричневые Наши Местные Бурые Коровы А что Нету Что в 100% Нет Таких ферм Нет Просто как Прыжаешь по полям У нас они Коричневенькие Стоят Кажется Да Есть коричневенькие Но есть и Вот эти А что Они уже плохие Они считаются Не Просто они Меньше молока Дают По объему То есть Только в объеме А не в качестве Разница В качестве Ну просто Латвийское Это Бурые Коровы Она производит Более жирное Молоко И Больше Протеина Ну да Это основное Вообще Ну вот От чего Зависит Твой исход Нет Исход Из 100 литров Молока Можно получить 9 килограмм Сыра Из 100 литров Молока 9 килограммов Сыра С ума сойти С ума сойти А почему Вы конкуренции Не боитесь То есть Если вы сделали То же самое С бактериями Возможно Это сделает Каждый второй Житель латы И тогда у вас Не будет покупать Просто Наверное Другая фирма Будет Созревать Свои сыры В другом погребе Там будет Другая микрофлора Это будет Другой сыр Мы просто Богаче Станем все вместе Ну что у нас Разные сорта Будут То есть получается От погреба Может зависеть Сорт сыра Даже вот От просто Ну да От той микрофлоры Которая У нас был Такой случай Что мы чуть-чуть Поставляли сыр Угадайте куда Куда? В океан Водичку Везли в океан Во Францию Они покупали Наш сыр Франция Отлично Я считаю Мы победили Но самое-самое интересное То что они не могли Там Ну такой Очень Не знаю 30 или 40 даже Летний опыт С сырами работать И он не мог угадать Возраст нашего сыра И мы решили Что это вот Та разница Которая между Вот Францией Ихними коровами И наши У нас более кислая Все-таки среда У нас более У нас не такая трава Просто мы лучше У нас есть вы И все Я думаю Это так надо сделать Нам пора заканчивать Спасибо Мы напомним Что у нас был сыровар Инга Арини Вилны И я понимаю Что у вас В Адаже Можно все-таки Ну Приехать У вас есть Не только в ресторанах Но можно и Самое лучшее Через Фейсбук С нами Связаться А еще Название сказать Нужно Сойра Сойра Это по Наливскому сыру Сойра Очень вкусно Нас угостили Мы до сих пор Мы леем Спасибо вам большое Спасибо Хорошего дня И хорошего дня Нашим слушателям Спасибо вам Хорошего дня Утро на Болткоме